...дать богоизбранным. Они создают там своё государство, переезжают все туда, в Крым, да? Вот. И получается, что там они устраивают своё, так сказать, общество сионистское, а гигантская территория, гигантская империя, которая примыкает вот к Крыму, становится колонией вот этого маленького паразитического государства. Я почему так утверждаю и говорю, что это действительно так, во-первых, в литературе это можно найти, во-вторых, я с евреями, со многими был знаком, и они с пеной уртада оказывали, что это единственное правильное решение, потому что мы там поселились бы, мы бы из Крыма сделали цветущий рай, там у вас сейчас пустыня, там у вас ничего, и наши командные кадры, наши управленческие кадры создали бы на территории колонии, то, что колония, да, великолепную житуху для нас, для русских, для хохлов, для белорусов. Мы, потому что еврей действительно может управлять, великолепно. Они мне ставят, мне тогда ставили пример, что вот библейский пример. Иосиф пришел к фараону, да, продали братья Иосиф, а Иосиф развернулся и такую империю забабахал у фараона вон в Египте. Молодец. Экономические у нас есть, так сказать, эти самые... Экономическая жилка есть, мы все можем, мы бы смогли создать из России великое-великое государство, великую колонию. Это так. Вы бы на самом деле купались бы в золоте, вы бы купались бы во всем, а Россия бы как бы она жила, что было бы с Россией вообще. Вы понимаете, что это же фашизм настоящий. Вы, богоизбранный народ, стоят над славянами, над тюрками, над финнами, и все это, вот вся эта огромная территория обслуживает вас. Так вот, если за Кургиняном вот эти силы стоят, возрождение Израиля на территории Крыма, и Кургинян об этом не знает, а может быть и знает, тут я не знаю. Вы не подумайте, что я хочу о нем плохо что-то сказать. Возможно, он и знает это. Но он не такой человек, чтобы, так сказать, не догадываться. Он должен понимать. И очевидно, очевидно, он тоже, наверное, знает, что это дело можно как-то пресечь на корне, даже если начнется такое. Почему я так думаю? Потому что сейчас фактически американцы плюнули на Израиль. Израиль американцам больше не нужен. Проект Израиль, все, закончился. Теперь его оставили один на один с арабским миром. Что делать евреям? Недавно было выступление Жириновского зимой. Он как заявил? Ну, евреи все соберутся, перейдут с Россией. Потому что здесь места хватает, русские к ним хорошо относятся. Это же одни разговоры, что русские антисемиты. На самом деле это скот, это вообще живой скот, который, так сказать, обладает неплохим потенциалом именно в плане работы. Но он не говорит, что скот, это я уже перебираю немного. Но он намекал, что русского можно запричь и гнать, он будет работать и все нормально. А евреи это да. Он прямо говорит, что самые талантливые управленцы, самые талантливые музыканты, самые талантливые, самые-самые-самые, это евреи. И нечего тут говорить, да, 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 да. Это выступление Жириновского. И он не отрицает, что кольцо, кольцо вокруг Израиля, арабское кольцо начинает сжиматься, и в конце концов получается вот такая вот петрушка. Если это такой проект, тогда становится понятно, почему евреи присутствуют в суде, в суде времени, как либералы, вот, присутствуют. Это и понятно тоже, что они, они же были коммунистами, стали либералами и демократами, да. В то же время, одновременно, они в сути времени становятся в позиции кого? Патриотов. Вот сейчас патриоты. Потому что огромная, гигантская территория должна быть что? Сохранена. Она не должна быть расчленена. Она должна быть целым пирогом, который достанется тем, кто переедет. То есть это неплохо придумано, в общем-то. Если, я не говорю, что это так, но вполне возможно, что вот этот проект может быть, может быть. И этот проект может работать. То есть надо здесь что? Посмотреть, как и кто. Если у Кургигиана, у его окружения созреет план очистить суть времени, а вот от сионизма вот такого, который сейчас есть, тогда понятно, что проект другой. Потому что фактически это либералы были. Вчера вот к Туархеве это были либералы. Но если, если они там главенствуют, и будут главенствовать, и будут управлять, и будут Россию сохранять, но не для русских, а для себя сохранять, вот тогда, 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 наверное, план другой. Первый план это то, что он говорит, а другой план это просто-напросто. План, который всегда был у нас, когда к нам приходил враг, как говорил Александр Невский, кто пришел с мечом, тот от меча и погинет. Другого выхода просто нет. Деваться некуда. Это будет просто-просто, ну, деваться некуда. Ведь, понимаете, тут какая интересная деталь. Опять вернемся к Сталину. Зачем Сталину нужен был Израиль? Вот этот вопрос всем вот в голове. Вот зачем? Чтобы из евреев из России в Израиль отправить. Там на востоке неплохая область получилась для евреев, этот самый Биробиджан. Хорошее место. Природные, великолепные эти самые угодья. Пожалуйста, там Амур, там рыбы полно, там леса полно, девственные леса. Великолепная почва, живи не хочу. Даурия, бывшая Даурия. Ну, это край, ну, будем так говорить, самые лучшие места на востоке. Это все досталось, так сказать, еврейской республике. У Сталина не было этого плана. Вот сразу их в Израиль. Когда они стали требовать Крым, тогда у него возник план. Их на Шпицберген перевезти всех, где-то около 100 тысяч собрался на Шпицберген. Нужна вам земля? Пожалуйста. Это было страшно. Потому они ее убивали из-за всей силы. Потому что на Шпицберген, сами понимаете, что это получится. Но опять, не потому что он был зверь, какой он просто понимал, что евреи своих спасут. Не успеют корабли выйти в океан, как их заберут и везут. Канаду завезли, в Израиль, там, на Францию. Им не дадут там на Шпицбергене, там и три дня прожить. Это наверняка. Он понимал и знал, просто выселял. Но в то время не было этого, вот этого проекта переселения из России, из Советского Союза, в Израиль кого-то. Был другой проект, что наоборот, вот эти переднеазиатские евреи бежали в Россию. То есть Советский Союз. Работали, интересно, работали в Крыму. Именно в Крыму возникают колхозы, проверьте по интернету, именно крымские колхозы евреями были, кибуцы эти вот полностью, они были укомплектованы, переехавшими из разных стран, прежде всего из Передней Азии, евреями к нам в Крым. Понимаете-ка, интересно все это складывалось здесь. И вот этот вопрос, зачем Сталину нужны были эти евреи в Палестивии? На этот вопрос можно тоже ответить. Очень просто. Дело в том, что если вы посмотрите Библию, почитаете, или Тору, или Коран, это не имеет значения, вы поймете, что евреи и арабы это что? Отец у них, отец общий, это отец Авраам. Но арабы это от рабыни Агарь, а от цары родились избранные, богоизбранные. Фактически это что? Это народы близкие по крови, по генофонду. Это фактически один и тот же народ. Хотя вот евреи с огромным количеством крови европейцев. Особенно немецкие, польские евреи, потомки Хазар, они вообще натуральные, чистые европеиды. Но они иудеи, они прошли эту культурную облепку, будем так говорить. Их облепили вот этим вот иудаизмом. Поэтому они фактически такие же, как и те, которые в Передней Азии. И вот американцы на этот вопрос, ответили на этот вопрос. Как? А очень просто. Вы, наверное, знаете, что евреи с арабами живут как кошка с собакой. Вечная драка. Народ близкий, один и другой. Два народа родственные. Вот живут они вот так вот. И сейчас вот выясняется, что их постоянно что? Постоянно стравливают. Но постоянно стравливают. Заставляют уничтожать друг друга. Со стороны арабов идет то же самое. Ненависть к евреям. За что? Ведь фактически евреи ничего плохого не сделали. Они взяли какой-то участок земли. Но принесли культуру. Принесли массу новшеств из модерна, европейского модерна. На все это пришло. И арабы получили все вот это. Они бы только радовались вот всему этому. Арабы получили великолепные места работы. Можно жить вполне нормально. С землей достаточно. У них и сейчас даже хватает земли. То есть фактически беды-то никакой нет. Евреев травят на арабов. Ах, они потомки Агаи. Они не совсем здоровые. Они не совсем не такие, как мы. Мы избранные, богоизбранные. То есть этот постоянный вот нарыв. У Сталина очевидно был такой проект. Вот много раз он высказывал его. И каждый раз люди пропускали мимо ушей. А Иосиф Бессарионович считал, что евреи должны возглавить семейский мир. Они образованы. Они получили действительно хорошее воспитание в Европе. Они, это не арабы. Это производные европейского модерна. У них масса, масса банков в Европе, в Америке. Родственные связи. Если евреи возглавят этот вот мир, вот этот семитский мир, фактически что, не контр-модерн, который сейчас запускается, во всю раскручивается Север Африки и Передней Азии. Опять верблюды, опять кони, опять козы, опять кочеви, опять заунывные песни бедуинов, пыльные кибури и всё такое. Молоко это козье, и кобылья, и всё на этом. А настоящий модерн европейского плана. То есть поднять людей с уровня кочевников семитов до уровня европейцев. И евреи бы это смогли сделать. У Сталина, очевидно, этот план был в голове. Поэтому он и создавал вот это государство, чтобы потом его, так сказать, растворить, как бы, вот в семитской среде. Ну и даже, вы понимаете, что это искусственная грызня, она фактически что? Это грызня искусственная, это понятно. Ведь Аллах и Егова, ну названия разные. Там Бог один, здесь Бог один. Разницы нет. Там обрезание, здесь обрезание. Ну разные, разные обрезания. Есть на 8 дней, там через 10 лет. Ну какая разница? Вот если разобраться, евреи поставят с арабом, трудно отличить. Если они вот на юге вместе, тот и другой обрезанные, оба похожие друг на друга, но всё в порядке. Ну почему бы о им не договориться? Единобожие налицо? Налицо. Ну арабы отрицают, например, судный процент. Ну ислам, ну торговля-то, торговля-то разрешена Аллахом, ну пускай арабы будут торговать, а евреи будут банкирами. Могут дополнять они друг друга? Ну могут. Что их разделяет? Вот это разделение искусственное. Вот. Я почему на это рассказываю? Чтобы было понятно, что наверняка вот этот вот процесс, который сейчас запущен в Передней Азии, выдавит еврейство к нам. А вот куда это еврейство хлынет, непонятно. Если Сталин в своё время отстоял Крым, но наверняка нет в Биробиджан. Что это будет? Как это всё будет? Такие как Жириновский, такие как все остальные наши олигархи, они же все из евреев. Практически этот плацдарм уже готов. Остановить этот процесс будет практически невозможно. Так что вполне возможно, что проект Кургиняна, он сам того не знает, он сам того даже может быть и не догадывается о том, что этот проект служит вот этим людям. Тем, кто задумал создать на территории России, может быть даже всего Советского Союза, скорее всего пристегнут и Казахстан, наверняка Украину пристегнут, то есть попытается Белоруссию, то есть гигантскую империю, вот превратить в колонию маленького богоизбранного народа. Ведь фактически вот эта колония, вот эта вот богоизбранного народа, это Соединённые Штаты Америки. Это надо понимать. Вот сейчас, сейчас, финансово Штаты зависят от Британской империи. Через что? Через резервную, через федеральную резервную систему, которая полностью британская. Через миллиарды Ротшильда, Оппенгейнера, Куна, Абрахамсона. Вот. То есть фактически вот оно что. Если, как говорил Ротшильд, мне плевать на законы, главное, чтобы у меня что? Чтобы я распоряжался финансовыми потоками данной страны. Они распоряжаются. Вот и получается, что ударный кулак, вот этот мощный ударный кулак, и, так сказать, опора ихняя, Соединённые Штаты Америки, скорее всего, обречены. Наверное, действительно, говорит, Эдуард Ходес, что Штаты доживают свой конец. Евреям нужен другой кулак, и очень сильный, мощный. Скорее всего, они ищут его в России, в Советском Союзе бывшем, да? Американцы, очевидно, стали очень дороги для содержания. Огромные средства уходят на Америку, и, очевидно, банкирам не по силам, вот их, даже вот они выпускают эти доллары, фактически фальшивые, у них не хватает сейчас, там, не буду говорить, это финансовые эти дела, у них нет ни золота, нет ни ресурсов, чтобы доллары не обеспечены. Они, вот эта масса долларов, которая крутится в стране, они кое-как её отследуют, чтобы она не росла, а остальные доллары выборятся куда угодно. Американцы,